В заключении я бы хотела просуммировать те успехи, которых мы добились за годы использования антихиротерапии в нашей стране и на примере реального клинического случая, как видите, все основано на абсолютно жизненных фактах, проследить эволюцию антихиротерапии, которую мы имеем счастье наблюдать в настоящее время. Итак, пациентка 74 года рождения, на момент установления диагноза в декабре 2002 года, ей было 28 лет, ребенку тогда было 3 года, у нее был диагностирован рак левой молочной железы Т4Н1М0, регионарные лимфоузлы были подтверждены по данным УЗИ и цитологически. Это был протоковый фильтративный рак второй степени злокачественности. Обратите внимание, в те годы мы еще пользовались оценкой экспрессии астероидных рецепторов иммунологической, но, тем не менее, она была гормонопозитивна. HER2 статус у нее был оцелен стандартным ИГХ-тестом 3+, и она готовилась для включения в исследование NOAH. Которая как раз стартовала к этому моменту, как вы видите, на конец 2002 года уже было одобрено использование тростузумаба в комбинации с токсанами в качестве стандарта первой линии лечения, и как раз был начат набор в это исследование. По несчастью, по какому-то несчастливому стечению обстоятельств исследования она включена не была, и мы попытались следовать предполагаемому набору в это исследование, и пациентка получила антрациклины и токсаны в качестве неодевантного лечения. Ей было проведено 4 курса неодевантного лечения децитоксил доксоробицин, достигнута была частичная регрессия, и как было принято в то время, сейчас эта позиция поменялась. После достижения факта операбельности опухоли пациентка была схвачена хирургами и подвергнута хирургическому вмешательству. Сразу хочу сказать, на сегодняшний день 4 курсов принято это, и это вошло в стандарты уже нашего понимания лечения мест распространенного ХР2-позитивного рака молочной железы и вообще мест распространенного рака молочной железы. Минимальное число курсов неодевантного лечения должно составлять 6-8. И никоим образом достижение операбельности ситуации не должно становиться поводом для выполнения хирургического лечения, особенно у больных с агрессивными подтипами опухолей, к которым относится ХР2-позитивный рак молочной железы. Так или иначе, ей была выполнена радикальная мастектомия. При гистологическом исследовании следует отметить, что даже после 4 курсов была отмечена в первичной опухоли остаточная опухоль с признаками лечебно-патоморофоза третьей степени по классификации Лавниковой, которая отнюдь не может приравниваться к полному или околополному ответу морфологическому, а это тоже очень важный момент. И в 14 исследованных лимфоузлах признаков опухолевого роста не было обнаружено. В качестве одевантного лечения пациентка получила еще 2 курса такой же химиотерапии, децитоксилдуксоробицин, и согласно стандартам ей была проведена лучевая терапия, после чего начата, учитывая, что ее очень молодой возраст, ей была начата одевантная эндокринотерапия с золадексом с томоксифеном. К этому моменту мы уже получили возможность оценить трехлетние результаты наблюдения исследований НААХ, где было продемонстрировано, что пациентки, не получившие тростузумаб в неодевантном режиме, имели достоверно худшие как непосредственные клинические результаты, частоту полных морфологических регрессий, частоту возможности выполнения органосохранных операций, и, что самое неприятное, достоверно худшие результаты даже без событийной выживаемости. Не произошло чудес и у данной девочки, и в ноябре 2014 года, через 18 месяцев от радикальной мастоктомии, в нее были визуализированы множественные метастазы в легких. К 2004 году был уже накоплен какой-никакой опыт лечения, мировой опыт лечения больных с хербопозитивным браком молочной железы, и в качестве вариантов первой линии, помимо официально одобренных тростузумаб-токсановых режимов, изучалась масса комбинаций с той или иной возможной эффективностью в отношении времени до прогрессирования. Как мы видим, комбинации венорельбина с капицитабином давали одну из наибольших показателей времени до прогрессирования. И в нашей клинической ситуации еще нужно учесть, что это молодая девочка, которой хотелось жить, быть красивой. Вопрос потери волос для нее был актуален, и ей была начата терапия тростузумабом и венорельбином с капицитабином. На протяжении семи курсов никакого существенного ответа мы не получили. Была стабилизация болезни, и при очередном обследовании в сентябре 2005 года было зафиксировано увеличение размеров метастазов легких. Тут уже стало не до красоты. В качестве последующего лечения как раз вышли первые публикации наблюдательного исследования GBG, что смена режима химиотерапии при сохранении использования тростузумаба имеет право на жизнь и позволяет получить дополнительный выигрыш в отношении выживаемости без прогрессирования. Сохранив тростузумаб был назначен с нашей точки зрения один из самых высокоэффективных режимов. Мы дали препараты платины с токсанами, короплатин с поклитокселом каждые три недели. Однако никакого ответа мы не получили. Была стабилизация с постепенной тенденцией к увеличению размеров метастазов в легкие. Да, следует сказать, что до 2007 года никто в мире не имел представления никакого, что делать с больными, прогрессирующими на первом тростузумаб-содержащем режиме лечения. Более того, даже были указания о том, что целесообразность продолжения терапии тростузумабом после прогрессирования на первом тростузумаб-содержащем режиме неизвестна. Но в это же время шли другие исследования. В частности, обратили внимание, что среди хердва-позитивных опухолей, они не такие уж совсем агрессивные, около 45% больных имеют коэкспрессию старовидных рецепторов. И была предпринята попытка использовать два формально-таргетных препарата, эндокринотерапию и тростузумаб, в качестве возможной опции лечения. Исследование «Тандем» было первым исследованием, показавшим, что комбинация анастрозола с тростузумабом позволяет добиться участия больных очень стойких ремиссий. Как вы видите, 20% больных не имели признаков прогрессирования на протяжении двух и более лет, не прибегая к химиотерапии. Также в это же время шло другое исследование с другим антихерпрепаратом, лопотенибом, и было в котором показано, что комбинация анастрозола с лопотенибом также позволяет в первой линии лечения у больных, опухоли которых имеют коэкспрессию старовидных рецепторов и ХИР-2, получить двукратное увеличение непосредственного эффекта, контроля над болезнью и вдвое увеличить медиану времени до прогрессирования. Мы вспомнили и к этому моменту в 2007 году комбинация тростузумаба или лопотениба с ингибиторами роматазы была официально одобрена в качестве возможного стандартного варианта первой линии лечения у больных с метастатическим ХИР-2-позитивным раком молочной железы с коэкспрессией стероидных рецепторов. Мы вспомнили, что опухоль исходно была и гормон позитивные, и предприняли попытку лечения тростузумабом с литрозолом. Для этого пришлось убедить пациентку в острой необходимости выполнения лапароскопической авариктомии. Она, конечно, уже согласилась к этому моменту. И так напомню, после двух неэффективных линий химиотерапии с тростузумабом пациентка начала принимать литрозол, и тростузумаб мы ей сохранили. Каково же было наше удивление, когда на протяжении двух лет мы имели четкую стабилизацию на каком-то этапе даже с элементами минимальной положительной динамики. Пациентка полностью восстановилась, она вела абсолютно свой естественный образ жизни, занималась с ребенком, путешествовала и не имела никаких побочных явлений. Поэтому, когда через два года случилось прогрессирование болезни в виде появления метастаза в кости только и некоторого увеличения размеров метастазов в легких, мы, забыв, что больная херпозитивная, стали ей заниматься как гормон позитивной пациенткой. А что мы делаем в случае неэффективности длительного контроля на первой линии эндокринотерапии? Мы, конечно же, со спокойной совестью переходим на вторую линию эндокринотерапии, что и было сделано здесь. Тростузумаб с фолмистрантом больная получала почти три года. И все эти три года она имела абсолютно удовлетворительное качество жизни, никаких жалоб, никаких побочных явлений и, что очень важно, никаких признаков прогрессирования болезни. В марте 2011 года, к сожалению, постепенно было отмечено увеличение размеров метастазов легких, без легочной недостаточности, но в послеоперационном рапце была выявлена рецидивная опухоль, была выполнена биопсия и следует сказать, что она отличалась от первичной опухоли. Именно конкретно в этом месте не было экспрессии сторонних рецепторов. ХЕР-2 был расценен по ЭГХ как 2+, но было подтверждено по афишу, что это хЕР-позитивная опухоль. Таким образом, формально на этот момент мы стали иметь гормонотрицательную хЕР-позитивную болезнь и по-прежнему бороться с гормонопозитивной хЕР-положительной болезнью. Почему это так важно? Потому что все наши дальнейшие действия предусматривали перекрытие двух формально разных опухолевых процессов. Мы никогда не забывали, что исходно существующие метастазы в легких очень хорошо отвечали на гормонотерапию, но понимали, что вновь появляющиеся метастазы могут иметь другой иммуногистохимический потип и, соответственно, другую чувствительность к лечению. С мая по октябрь 2011 года, поскольку рецидив был большой, с угрозой изъяснения и кровотечения, ей была назначена химиотерапия, ринатекангемцитабин и сохранен тростозумаб. Этот режим, он нестандартный, это наше, собственно, отделенческое ноу-хау. У нас большой опыт по использованию такого режима с хорошей переносимостью и неплохой эффективностью. В третьей-четвертой последующих линиях лечения. И нужно сказать, что и у этой пациентки нам удалось добиться частичной регрессии рецидивной опухоли, минимального сокращения метастазов легких и стабилизации костных метастазов. Химиотерапию мы вынуждены были прервать не из-за прогрессирования болезни, а ввиду гематологической токсичности. Встал вопрос, что делать с пациенткой дальше. К этому моменту мы обратились опять к идущим международным клиническим исследованиям и полученным данным. Комбинация лопатиниба с капицитабином в качестве возможной опции у больных, имеющих прогрессирование на тростозумаб в содержащих режимах, показавшая, что позволяет получить хорошую прибавку в отношении выживаемости без прогрессирования, непосредственной эффективности. Другое исследование лопатиниб с тростозумабом, которое, в общем-то, даже стало одним из стандартов лечения сильно предлеченных ярпозитивных больных, также показало, помимо непосредственной эффективности прибавки выживаемости без прогрессирования, показало и увеличение уже общей выживаемости. И, зная эти данные, не имея возможности использовать зарегистрированную к этому моменту комбинацию тростозумаба-тростозумаба с денцитокселом, мы назначили пациентке тростозумаб с лопатинибом. И с октября 2011 года по декабрь 2012 года она великолепно себя чувствовала на этом режиме лечения, до того момента, когда, к сожалению, в декабре 2012 года мы согласились с нашими рентгенологами, что имеющуюся картинку уже вновь следует расценить как прогрессирование. За время двойной комбинации двух антихерпрепаратов мы вынужденно прерывались на два месяца с введением тростозумаба из-за снижения фракции выброса левого желудочка, но, как и в большинстве случаев, и в ее ситуации это оказалось обратимым процессом, и на фоне кардиотропной терапии мы потом нормально продолжили лечение. С декабря 2012 года мы уже пошли по возможным опциям имеющимся доступности, и она была переведена на лопатиниб с капитабином. Следует сказать, что этот режим был малоэффективен, и уже в марте 2013 года было вновь зафиксировано увеличение размеров метастазов в легких. Мы вынуждены были опять обратиться к идущим научным исследованиям. И как раз в эти годы были доложены первые промежуточные результаты экспериментального достаточно хорошо организованного лечения по возможностям преодоления резистентности к тростозумабам за счет использования препарата МТО-рингибитора и виролимуса. И исследование Болеро-3, предполагавшее назначение такой подгруппы пациентов венорельбина в еженедельном режиме, виролимуса в дозе 5 мг и тростозумаб в еженедельном режиме, было перенесено и в нашу клиническую практику, и назначено данной пациентке. Восемь курсов так или иначе нам удалось провести пациентке и, соответственно, около восьми месяцев болезнь ее находилась под контролем. В декабре 2013 года она собиралась как раз ехать кататься на горных лыжах. У нее возник выраженный болевой синдром в костях таза и при обследовании была выявлена угроза патологического перелома правой бедренной кости за счет большого достаточно литического метастаза. Была проведена экстренная лучевая терапия на правую половину таза и верхнюю треть правой бедренной кости, и мы опять вспомнили, что она гормонопозитивная. И мы назначили ей литрозол с фиролимусом в качестве лечения гормонопозитивной болезни, поскольку мы знаем, что эбиролимус позволяет преодолеть резистентность не только к тростозумабу, но и к гормонотерапии, и сохранили ей введение тростозумаба. На этом режиме, забегая вперед, я могу сказать, что она очень долго продержалась, и за это время в процессе лечения эбиролимус литрозол тростозумаб в апреле 2014 года у нее были выявлены метастазы в головной мозг, в левое полушарие, и здесь представлены КТ, это делалось по витальным показаниям в городской больнице, и был выявлен достаточно большой метастаз в правой гемисфере мозжечка с выраженным перифокальным отеком. Не меняя режимы лечения, поскольку остальные метастатические проявления болезни были хорошо контролируемы, дополнительно на фоне элитрозола верлимуса и тростозумаба больная получила облучение всего головного мозга. Селитоксические варианты не были предприняты ввиду финансовых затруднений. Был достигнут хороший симптоматический эффект на фоне лучевой терапии, и до августа 2014 года больная по-прежнему получала элитрозол и верлимус литрозозумаб. В августе 2014 года было отмечено появление новых метастазов в костях, сопряженных с болевым синдромом, была проведена лучевая терапия на зоны нового костного метастазирования, и временно мы ждали, когда появится гемцитабин в нашей клинике. Больная была переведена на индоксан с метрексатом, сохранен тростозумаб. Это была временная мера, чтобы как-то чем-то продержать больную. И с октября 2014 года ей была начата химиотерапия, крабоплотин гемцитабин. Мы ей назначили экземистан для борьбы с гормонопозитивной болезнью и продолжен тростозумаб. Следует сказать, что гемцитабин, видимо, для этой пациентки имеет принципиальное значение. Мы опять получили длительную стабилизацию с минимальной положительной динамикой со стороны метастазов легкие. Как и в предыдущем случае, где химиотерапия была прервана из-за гематологической токсичности, здесь мы вынуждены были прерваться из-за развития аллергической реакции на крабоплотин на девятом курсе лечения. К этому моменту было одобрено применение препарата Катсилы для лечения больных, получавших лечение тростозумабно-токсаном, имеющих прогрессирование. И у нас появилась как раз возможность назначить этой пациентке Катсилу уже в рамках вседневной клинической практики. И подчеркну, что это не было на фоне какого-то прогрессирования болезни, это была вынужденная ситуация, поскольку мы отменили ей химиотерапию. И с июля 2015 года по февраль 2016 года пациентка получала Катсилу в первой дозовой редукции. Связано это было с выраженной сильной предлеченностью пациентки. И особенно на фоне последнего режима лечения Кероплотингемцитабин у нее отмечалась умеренная лейкопения, тромбоцитопения, анемия. На фоне терапии Катсилой была достигнута стабилизация болезни с минимальной положительной динамикой со стороны метастазов легких и нарастающая положительная динамика метастазов головной мозг. В феврале 2016 года, вот недавно, к сожалению, мы отметили прогрессирование как по легким, так и со стороны метастазов головной мозг. Хотя сейчас вопрос еще пока спорный. У нас нет уверенности это по случевые повреждения, либо это все-таки вновь отмеченный рост метастазов в правой гемисфере мышечка. Но следует сказать, что ранее определявшийся метастаз в левом полушарии по-прежнему не активен и, возможно, все-таки в головном мозге мы имеем пока по случевые повреждения. По данным рентгенографии легких, у нее множественные метастазы в обоих легких, без плеврита, но уже на этот момент с признаками дыхательной недостаточности. И с февраля 2016 года мы вернулись к гемцитабину. И в виде еженедельного режима на фоне тростозумаба и экземистана больная продолжает лечение по сегодняшний день. Итак, несколько цифр по этой пациентке. Как вы видите, больная за время метастатической своей болезни сейчас получает 13-ю линию лечения. Наиболее эффективными для этой пациентки оказались варианты двойной таргетной терапии, эндокринотерапии и тростозумаб. Это литрозол с тростозумабом и фульвестрант с тростозумабом, подарившие пациентке почти 5 лет жизни без прогрессирования болезни и без нежелательных явлений. Из других наиболее длительных ремиссий опять же мы отмечаем литрозол с тростозумабом, опять эндокринотерапия, с возможностью использования эверолимуса как препарата, позволяющий преодолеть резистентность к тростозумабу. И катсила, которая в 12-й линии лечения, позволившая в течение 6 месяцев контролировать болезнь без нежелательных явлений. Итак, если посчитать все вместе, от момента постановки динагноза 163 месяца, то есть почти 14 лет пациентка жива. 139 месяцев это почти 12 лет она жива с метастатической болезнью, а с метастазами в головной мозг она жива уже более 2-х лет. И следует сказать, что на это время мы между собой ее называем самой дорогой женщиной юго-западного округа Москвы, поскольку на протяжении более 11 лет она получает таргетную терапию, получает тростозумаб, получала лопатениб, получала катсилу. Единственный препарат, который она не получила ввиду более поздней регистрации и появления доступности, это пертозумаб. И за время своей метастатической болезни больная получила 12 линий лечения и сейчас получает 13-ю линию. Благодарю за внимание. Побольше нам таких больных. Итак, у нас есть все-таки, я так понимаю, несколько минут для дискуссии, для каких-то вопросов, возможно, каких-то ваших клинических ситуаций, которые требуют обсуждения. Вижу желающих задать вопрос. Пожалуйста. Данила Львович, не хотите ответить на этот вопрос? У вас есть особое мнение, особые собственные клинические наблюдения, именно для такой ситуации, когда метастазы только в кости. Что я хочу сказать? По поводу метастазов в кости. Конечно, это очень сложная проблема, как оценивать эффективность вообще любой терапии, будь то гормонотерапии, будь то химиотерапии при метастатическом поражении костей. Очень сложно поставить и полный ответ, иногда частичный и так далее. Вот лично я предпочитаю обычную стандартную компьютерную томографию. Такие вещи, как ПЭТ, КТ, ну, раньше, это скинирование костей, они зачастую имеют вот этот флэш-эффект, который спутывает карты и заставляет подумать о том, что у больных идет прогрессирование, которого фактически нет. МРТ не может ответить на вопрос трансформации метастазов из литических, смешанных и пластических. Мы иногда видим увеличение их размеров, и кажется, что у больной идет прогрессирование по костям, хотя на самом деле его нет. ПЭТ – вещь очень сложная. Воспалительная инфильтрация, которая зачастую есть в любом метастазе, может опять-таки усиливаться в какой-то момент при позитронно-эмиссионной томографии. И только вот получается, что обычный рентгенологический метод, либо компьютерная томография, четко дает нам картину трансформации метастазов из литических через смешанные в пластические. Поэтому я в своей ежедневной клинической практике опираюсь именно на рентген, если это удобные для рентгена кости, скажем так, без трубчатой, без большой суммации теней. И обычная компьютерная томография. Сравниваю, что было, что стало. Если вижу, что нарастает склеротический венчик, я считаю, что это положительная динамика, даже если там скинирование дает отрицательную динамику. Практически редко бывает наоборот. Вот все-таки вопрос заключается в том, как часто наблюдается выраженная положительная динамика у таких больных, которые получают таргетную терапию, без химиотерапии, допустим, в сочетании с гормонотерапией, или чем-то таким, или только так. Так же, как и у всех остальных. Точно так же частота ответов, она, в общем-то, приблизительно такая же. Нельзя сказать, что метастазы в кости более чувствительны или менее чувствительны. Наверное, она приблизительно такая же. Скорее, может быть, чуть более чувствительна, учитывая, что у нас есть еще и опция гормонотерапии. У кости более благоприятный участок метастазированный. Спасибо. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Какую поддерживающую терапию вы используете, ну, допустим, при метастазах в кости, для того, чтобы улучшить качество жизни больного? Вы имеете в виду, что используемые из препаратов, модифицирующих бифосфонаты, доносумаб, вот это? При болевом синдроме в кости в нашем институте используют метастрон. А что используете вы? Мы, во-первых, при рентгенологическом подтверждении костной деструкции обязательно обсуждаем назначение либо бифосфонатов, либо доносумаба с кальциевой поддержкой ежедневной. При выраженном болевом синдроме мы добавляем по необходимости лучевую терапию, в том числе и в виде однофракционного использования. Я выскажу сугубо свою точку зрения в отношении лечения стронцием и всего остального. К сожалению, для конкретной рака молочной железы это не очень удачная опция, это моя точка зрения, потому что на долгое время мы перестаем иметь возможность провести адекватное цитостатическое лечение. Пациенты получают такую дозу угнетения, такую выраженность угнетения костного мозга, что месяца на 2-3, а иногда навсегда, мы больше не можем назначить ей адекватную химиотерапию. Мы лишаем опцию назначения эффективного противополучения. Поэтому к этому методу мы стараемся прибегать, когда уже больше нечего делать. Это моя точка зрения. Я думаю, что Данила Львович полностью ее почему-то поддерживает. Фотоабляция. Это новый метод, извините. У нас в клинике, видимо, мы не знаем, что он используется, если он вообще есть. Спасибо. Это как по типу метода Хайфу, если вы слышали. Это мы знаем, да. И также, обычно, правда, раньше, как правило, это используется при метастазах рака предстательной железы в кости таза. Но, в принципе, нет никакого разграничения. Я сама онколог-мамолог, я не радиолог. Вот, поэтому я, собственно говоря, и спрашиваю. Нет, нет широкого применения такого метода. Дело в том, что рак молочной железы – это системное заболевание. И прибегать к локальным методам нам приходится только по ситуациям дополнительного локального контроля. Метастазы в кости при раке молочной железы, солитарные или единичные, никому не верьте. Они просто не проявились. Как правило, это множественное, тотальное практически поражение костной системы, которое проявится чуть позже. И к локальным методам мы прибегаем при угрозе патологического перелома, при выраженном болевом синдроме. Ну и есть мнение, что даже профилактическое облучение несущих конструкций при наличии костного поражения, уже доказанного, тоже позволяет предотвратить как минимум патологические переломы и компрессию спинного мозга. Да, конечно. Его не следует применять. И там написано, что если метастазов менее 10, то его можно применять. Если более 10, его уже не рекомендуют применять. МАГАТЭ написала для онкологов рекомендация. Это рекомендация по ядерной медицине. Ну, в принципе, любой может прочитать. И другой момент, что, конечно же, обидно, когда происходит объединение под флагом этого самого неудачного препарата, который еще плюс ко всему появился первым на нашем рынке и применяли его весьма неудачно в самом начале. Короткоживущие препараты, конечно же, дают другой совершенный результат. И современные подходы с использованием короткоживущих изотопов, короткопробежных, особенно в низких дозировках, они позволяют все вот здесь сказанное реализовывать. Конечно, это нужно принимать во внимание. Я думаю, что это отдельная тема для дискуссии. Нас, организаторы, просят завершить нашу встречу. Все остальные вопросы в частном порядке. Спасибо большое всем за участие. Спасибо. Спасибо.